В Дубосарах уже больше суток устраняют аварию на подстанции. Накануне без света остался весь город, в том числе и ковид-госпиталь. Там свет дали через час, а в дома только поздно вечером, пока по временной схеме. И холодильник не работал, и микроволновка, и плитка, и все, короче. Тяжело. Хоть котел работал? Работал котел, да. Котел работал. Он не от света, котел от газа. Спасибо. Когда дали свет примерно, и что делали, когда нет света? А что делали? Поели в 6 часов, в половину шестого, и все, и легли. Больше ничего не можешь сделать. Ну, может, какая-то аварийная ситуация. Авария крупная. Дубосары накануне остались без света. Отключился выключатель, скажем так, в одной головной выключатель основного питания, трансформатора. При отключении произошло повреждение изоляции с перекрытием, выбросом масла и последующим возгоранием этого масла. Загорелось оборудование в релейном распределительном узле. Пока тушили огонь, все провода расплавились, свет в домах погас, остался без света и ковид-госпиталь. Больше всего мы заботились о больнице, госпитале. Это понятно, что реанимация. Реанимация – это люди на ИВЛ сейчас в это время. Это чьи-то жизни. Поэтому с максимальной осторожностью проводилась эта работа буквально этап за этапом. В госпиталь, поликлинику и большую часть домов свет дали через час, а еще треть города ужинала при свечах. Сейчас свет есть везде. Электричество пока дают по временной аварийной схеме. Специалисты до сих пор ремонтируют оборудование. Оно старое, с 70-х годов. Дважды выработало ресурс. Его планировали менять. Часть техники уже доставили из Германии. С новым оборудованием аварий станет меньше, говорят специалисты. Замечательное оборудование, малообслуживаемое. Установили, смонтировали, наладили, запустили и забыли, скажем так. Можно сказать, что тут 25 лет руками не лезть вообще. На очереди замена такого же оборудования на подстанциях в Дубосарском и Каменском районах – это планы на следующий год.